На термометре минус 10 в такую погоду жидкие эмульсионные кремы на водной основе могут устроить вашим ногам настоящий потоп. В холодную погоду от использования эмульсии лучше отказаться, потому что она создает пористый слой, водопроницаемый, и такие ботинки будут быстро промокать. Другое дело твердые кремы в жестяных баночках. Главное, чтобы в их состав входили воски. И здесь все внимание на разновидности. Самый лучший воск – канделильский. Увидели его в списке ингредиентов недорогого средства? Скорее всего, вас пытаются обмануть. Этот воск слишком редкий и дорогой, поэтому при производстве дешевых кремов не используется. Гораздо чаще в доступные средства замешивают воски карнаубский и монтановый. И это неплохо. Один нюанс. Монтанового не должно быть слишком много, иначе крем будет сбиваться в комочки. Поэтому смотрите в оба на состав. Этот воск должен стоять ближе к концу. А вот если погода за окном резко изменилась, тяжелый крем лучше заменить на более легкую водоотталкивающую аэрозольную пропитку. Внимание на ее состав. Основным компонентом является силикон. Такое средство подойдет не для всех башмачков. Хуже в плане защиты кожи. Могут вызвать потемнение светлых кож, особенно при неправильной обработке. Другое дело вторкарбоновые смолы. Они не только создадут водонепроницаемый барьер, но и смягчат кожу. В общем, ботинки будут довольны. Так же, как и их обладатели.